всем здравствуйте вы со мной на канале юлия иванова чуть больше недели назад мы с вами пересаживали вот это каланхоя был довольно таки большой кустик я его вытащила все корни обрезала разобрала по веточкам и мы посадили с вами прям без корней прошло как говорю чуть больше недели на сегодняшний день смотрите все прекрасно выглядит шикарно там одна подписчица говорила что ну не приживется что она пробовала у нее не получилось ну смотрите все живенькая все вот она прям все шикарно и сегодня я знаете что хочу сделать вот есть такая частичка здесь вот это я просто посмотрела что тесновато она будет в этом горшке и мы сегодня с вами ее вытащим из этого горшка и сделаем пересадку смотрите фокусируется плоховато уже вот начало все расти вот допустим вот видно хорошо видите вот это новое уже наросло когда мы пересаживали не было этого тут макушку я обрезала там видео можете посмотреть обрезала прям вот эту макушку я сначала все пересадила потом обрезала макушку сказала что мне не нравится как она торчит вот уже новая растет тут и с этой стороны тоже вот смотрите там тоже видно в общем все прекрасно растет так что можно не бояться садить без корней единственное что я делала я каждый день у меня вот это солнечное окно восход как раз с этой стороны и жарит у нас 30 с лишним градусов днем накаляется тут надо 40 на окне я убирала пока солнце с этой стороны от окна подальше переставляла на стол а потом днем ставила обратно и смотрела чтобы всегда в горшке было влажно чтобы даже верхние не пересыхал слой маленькая вот это вот макушечка вот видите я отщипнула макушку отсюда и сказала посажу прям так вот она прижилась все четко как я и говорила это живое дерево это не не просто колонхоя это вид живого дерева вот так он себя прекрасно чувствует приготовила я вот такой горшочек с автополивом сейчас будем в него пересаживать вот эту малявочку вот эту маленькую частичку так свет еще включим а то не видно вот этот вот сейчас мы его будем пересаживать я уже смешала землю мы уже с вами пересаживали в такую землю насыпала сюда перлит вот такой агро перлит крупненький прям хороший вот такая земля тут больше торфа мне вот это понравилось вот такая 50 рублей стоит такая и перлит 50 рублей и покупала вот такую еще пораньше но это прям тяжелая объем одинаковый написано 5 литров там и там ну вот это тяжелая прям как с клумбы я взяла половина той половина той и перлит добавила получилось хорошая прям мягкая пушистая кстати вот которая больше мне понравилась коричневая прям там торф хороший прям путевый сейчас насыплю горшочек сколько мне нужно мне как всегда нужно очень полный не имею половинками так насыпаем это убираем в сторону прям хорошая туда вглубь сделаем бы я хочу посадить поглубже прям поглубже вилочку приготовила сейчас мы его вытащим по корешки уже прям смотрю выросли вот уже корешочки прям глубоко посажу не охота чтобы прям пышненький аккуратненький кустичек был еще подсыплю земельки все это быстренько прям быстро 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 сейчас тут на тазиком нас посыплю покажу какой кустичек получился такой вот малявочка с его полью вот такая красотулька у нас с вами получилось ой там же автополифа я наклоняю вот такой немножечко когда отрастет я еще ему прищипну макушки чтобы прям молоденьких наросло побольше горшочек специально сделала чуть больше чем я обычно это делаю вот так бы надо посадить но вот настолько диаметр чтобы был меньше вот такой прям как вот в пластиковый стаканчик небольшой я взяла больше думаю ну пускай в таком обычно поменьше сажу может корни будут мощные прям как попрет попрет посмотрим как будет расти здесь вот так получилось и у меня ведь опять руки чешутся все здесь по пересадить но сейчас надо не буду пусть еще корешочки маленечко подрастут я их выкопаю и прям тут же чуть глубже посажу потому что нижние листочки я уже вот обобрала но вот самые нижние листочки вот например у среднего вот здесь они у него отошли пока он приживался скинул нижние листочки вот видите тоже нижние листочки желтенькие немножко краешки они тоже отпадут тоже я углублю все это прямо углублю макушечки еще по прищипну все и будем тогда уже ждать цветение кстати сколько наверно неделю или полторы недели назад мы с вами переваливали вот эту сенсивьерию кто не видел можете посмотреть у меня на канале в плейлисте цветы так она знаете что она не почувствовала вообще вот до того неприхотливое растение но уже смотрю в рост пошла вот этот лист на половину вырос вот этот листик я замечала тоже было вот до сюда уже вот сантиметра три наверно выросла прям мощно начала расти хорошо прям ну а на этом сегодня все ну надолго прощаться не будем на днях буду пересаживать еще цветы заходите смотреть кому нравится со мной копаться в цветочках милости прошу будем еще пересаживать так что надолго прощаться не будем всех жду на своем канале сейчас покажу какие будем пересаживать вот смотрите филодендрон у меня вот такой вот разросся он вот один филодендрон видите там у него уже я его весь посогнула туда-сюда всяко разно листики вот такого размера у него такие вот вот такой филодендрон тоже его углубить надо там посмотреть что с ним как потому что тоже видите какой он у меня вот этот филодендрон я не знаю стоит ли его трогать или нет я хотела ему вот эту макушечку поубрать чтобы он ширь пошел вот они получатся одна ветка и вот вторая макушка там их три посажена третье как-то не стала развиваться маленькая осталась но вообще вот он видите какой так у меня смотрится вот моя красотка тоже новый лист выпустила монстер очка вот такая молоденькая тоже едва года вот новый лист только выпустила вот этот и смотрите уже вот начал воздушный корень у нее расти вот один воздушный один воздушный был здоровый здоровый стоял у меня вот на этой тумбочке до полу сумму с этой до полу корень был я его туда внутрь вот так вот спиралькой прям сложила заправила здесь у меня подпорка ведь какая коры кусок кстати на днях кору заготавливала шла домой увидела сосенка стоит молоденькая голая совсем и я с нее коры надрала там еще одна стоит надо будет снять да показать как заготавливать кору для орхидей вот такие вот еще два час покажу вот еще два вот такой он видите с этой стороны прям бордовый такой вот он по вытянулся такая жара в это лето вот всегда у меня вот эти вот кислицы ковриком прям были а в этом году он по высыхали все и вот такой филадендрон отсюда красиво у него там внизу видите молодая поросль в две штучки фокусируется вот одна вторая тоже длинный вытянулся вон так-то невысокий но сантиметров сколько вот 25-30 может такой вот этот повыше в этого и листья крупней короче вот такие два филадендрона вот этот филадендрон надо будет и вот этот это точно нужно будет что-то с ними делать пересаживать но этот я посмотрю может я его пока и не буду трогать но разросся этот на на пока не буду точно единственное знаете что можно ему на на землю поменять потому что мне не нравится какой у него вот это что-то какое-то хлипкое началось все первые листья были жирненькие такие хорошие но он у меня стоял на окне а сейчас стоит здесь около окна и как-то под вытянулся вот это мне уже не очень нравится показать вам какую кору еще насобирала сейчас покажу вот она смотрите крупная прям я ее не стала мельчить такая крупная прям вот лоточек для посадки такой не мелкие такой нормальный полный полный прям такие куски коры и там стоит еще одна сосна вот надо будет сходить и прям подрать ее покажу вам как закатавливать кору теперь уже точно все будем прощаться на сегодня покажу вам еще вот эту вот красавицу маленькую такая хорошенькая получилась девочка для меня почему-то маленькая такая хорошая хотя это он колон хоя она крути всем до скорых встреч но надолго прощаться не будем видели что работы много всем пока пока не забывайте колокольчик чтобы видеть все мои новые видео ну и кому понравилось оставайтесь пока не забывайте просто сейчас